Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Погода в доме. В Самаре начался отопительный сезон. Все 85 регионов в гости к нам. В Самаре проходит конкурс «Учитель года». Звездный час без имянки. Самарский писатель Андрей Олег презентовал новую книгу. Заканчивается не успев начаться. Бабье лето в этом году в Самаре не задержится. Уже со вторника областные синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. Дневные температуры в интервале от 9 до 14 градусов. Но в домах самарцев будет тепло. В городе начался отопительный сезон. Готовность коммунальщиков к зиме обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Кому жаловаться, если батареи остаются холодными, знает Лариса Шалафаст. Самара готова к холодам на 100%. В котельной подготовленной сформированной бригадой по очистке кровель готова и уборочная техника. До 10 октября батареи прогреются во всех домах. После этого в департаменте городского хозяйства начнет работу горячая линия, куда люди смогут обращаться в случае аварии или задержки подключения. Сейчас в первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. Пуск. Тепло в первую очередь, я прошу глав районов, это в больницы, это в дома ребенка, где идет, где находится, скажем, с круглогодичным, с круглосуточным нахождением либо больных, либо дома ребенка, либо дома инвалидов. У нас есть эти моменты. Я прошу обратить внимание в первую очередь на это. Потом пускаем школы, детские сады. Еще одна важная тема – ремонт дорог. В этом году их в плане больше 70. И на 17 улицах прошел комплексный ремонт. Среди них Волжский проспект, улицы Максима Горького, Осипенко, Красноармейская, Дыбенко и Авроры. Еще по семи дорогам, ремонт которых начался в 2015 году, работы сейчас завершены. Это улицы Ульяновская, Земица, Венцико, Студенческий переулок. Ремонтировали и дороги во дворах. Из 60 запланированных дорог отремонтировали 53. Остальные в работе. В рамках дополнительных средств по этому контракту и определенных дополнительных территорий, их 14. Из них завершено 6. Не приступали к 4. В работе на сегодняшний день находятся 4. Завершить ремонт внутриквартальных дорог планируют до конца сентября. По поручению главы города принимать дороги после ремонта вместе с представителями районных администраций будут и общественники. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. Кировский район Самары в этом году преобразится. В порядок приводят улицы, внутриквартальные проезды. На ремонт направлены деньги из бюджетов всех уровней. Также идет благоустройство дворов. Этой осенью обновят 15 из них. Часть работ уже завершена. Жители и сотрудники районной администрации проверили качество ремонта. Вместе с ними в рейд вышла и Алина Чемерец. Преображение двора на улице Воеводина жители ждали полвека. За десятки лет здесь ни разу не было ремонта. Теперь новый асфальт, бордюры, дополнительные парковочные места общей площадью 1300 квадратных метров. Идешь как в городе. Раньше как в деревне жили. В сапогах, резинках. Сейчас можно в туфельках пройти. Мы довольны. Спасибо. Уже взяты пробы керна. Асфальтового покрытия по качеству замещания нет. По бортовому камню тоже. Остались пожелания жителей. Корчевку пней, которую проводили, мы вывезем за счет средств района. Проведем обрезку поросли. Дополнительно то, что здесь осталось у нас. В следующем году мы, наверное, этот двор будем уже планировать по схеме комплексного благоустройства. По установке дополнительного детского оборудования. Установке газонных ограждений. Двор в Кировском районе привели в порядок за полтора месяца. На это потратили 7,5 миллионов рублей. Гарантия на ремонт – 5 лет в этот период. Все дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. За качеством ремонта следили сами жители. С ними предварительно согласовали план работ. Схема ремонта двора была разработана самими жителями с нашей помощью. Мы оказывали им чисто профессиональную помощь в проектировании разработки данной схемы. Передав ее заказчику, она была в этом году реализована. Благоустройство Кировского района проходит комплексно. В этом году планируют отремонтировать 20 улиц, полтора десятка внутриквартальных дорог. Также приведут в порядок 15 дворов. На это из бюджета района потратят 30 миллионов рублей. Завершить работу планируют до 30 октября. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Конкурс «Учитель года-2016. Глазами детей». На площадке 41-й школы начал работу детский пресс-центр конкурса. Российский этап конкурса стартовал в пятницу в Самаре. Здесь же определят пять финалистов. Их имена будут известны 1 октября. Абсолютного победителя объявят в Кремле. Все за кулисьей конкурса будут освещать в том числе и ребята из детского пресс-центра. С юными журналистами познакомилась Марина Матвеевшина. Рассказать о конкурсе правдиво, быстро и не скучно. Никита Бай старательно пишет тексты для «Пеликан Дейли». Внутренние газеты конкурса «Учитель года». Издание ежедневное, ожидаемое и читаемое всеми участниками конкурса. А потому сдать статью нужно успеть вовремя. В этом и драйв, и сложность, признается юноша. Во-первых, это, конечно, темп. Потому что темп очень быстрый. Нужно узнавать оперативную информацию и сразу же ее передавать. Прямо очень быстро. При конкурсе «Учитель года» начал работу детский пресс-центр. Студенты и слушатели школы журналистики могут попробовать себя в деле. Ребята будут выпускать газету «Пеликан Дейли», а также снимать телевизионные новости. Сюжеты будут выходить на официальном сайте конкурса. Всегда на любом конкурсе мы считаем, что должно быть детское жюри и детский пресс-центр, который смотрит совершенно другими глазами, чем взрослые. И на саму систему образования, и на своих учителей. Вот, и может быть, это будущее звезды журналистики, кто знает. Это первый опыт. Каждый день состав редакции будет меняться, чтобы как можно больше детей поработали в пресс-центре. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Самара отметила юбилей знаменитого российского композитора Дмитрия Шостаковича. В этом году ему исполняется 110 лет. В день рождения легендарного музыканта в филармонии презентовали картину художника Юрия Филиппова, которая посвящена Седьмой симфонии Шостаковича. На творческом вечере побывала Лариса Шалафаст. История Великой Отечественной войны в одной картине. Так можно сказать о работе самарского художника Юрия Филиппова «Седьмая симфония Шостаковича». Здесь показаны фрагменты сражений, радость победы и музыканты, играющие музыку, ставшую символом мужества. Над картиной Юрий Иванович работал больше года. По словам вдовы художника, это последняя и одна из самых любимых его работ. И вот в последнее время он как-то стал обращать внимание на творчество Шостаковича. И родилась идея написать вот такую картину. Тем более Седьмая симфония была исполнена в годы войны именно здесь, в Самаре. В Куйбышев Шостакович приехал в 41-м. Он прожил здесь несколько лет и за это время оставил большой след в истории города. Именно здесь он завершил свое знаменитое произведение «Седьмая симфония». И здесь же оно впервые прозвучало. Здесь же Шостакович организовал союз самарских композиторов, который сейчас является одним из старейших в России. Самара Шостаковича не забыла. Самара помнит, это очень важно. В его музыке как бы отражается летопись не только эпохи 20-го века и событий, которые происходили в 20-м веке. Это своего рода послание для всех нас, для потомков и для всех, кто будет жить дальше. К 110-летию Шостаковича Самарская филармония проводит интернет-марафон. В сообществе учреждения, в социальных сетях, каждый может оставить фотографии, редкие видео или аудиозаписи. Победители получат пригласительные билеты на большой концерт, посвященный творчеству композитора. Лариса Шалафаст, Григорий Плешаков, События. Далее коротко о других темах дня. На реке Самара продолжаются поиски мужчины, пропавшего при столкновении катера и барж. 8 дней розыска результатов не дали. Напомним, 17 сентября на акватории реки Самары в районе железнодорожного моста в темное время суток произошло столкновение маломерного моторного судна с сухогрузной баржей. Маломерное судно затонуло, двое мужчин были госпитализированы. Две женщины, также находившиеся на катере, получили легкие повреждения. Один человек, 46-летний мужчина, числится без вести пропавшим. Полицейские ищут шутника, который сообщил о ложном заминировании фитнес-клуба на московском шоссе. Инцидент произошел в воскресенье 25 сентября. Полицейские получили информацию о том, что в здании якобы заложена бомба. Из фитнес-клуба эвакуировали людей. Обследование продолжалось один час. Невзрывчатых веществ, невзрывных устройств специалисты не нашли. На конвейере автоваза работникам запретили перекуры. В сварочном цеху на линии изготовления платформ B0 введен запрет на 10-минутные перерывы для всех работников. Часть сотрудников теперь сможет перекурить только после окончания смены. Решение принято директором производства. Оно позволит ускорить движение конвейерной линии и повысить темпы производства. Предположительно, данный шаг связан с дефицитом «Лады Ларгус». С 3 октября отменяются поздние рейсы скорого поезда «Самара» аэропорт Курумыч. Возможно, это связано с планами аэропорта с 3 по 11 октября провести ремонт взлетно-посадочной полосы и отменить все ночные рейсы. Напомним, четыре пары пригородных поездов сообщением «Самара» аэропорт Курумыч – «Самара» были запущены 2 августа 2016 года. В пути электропоезда делает остановки на платформах «Стахановская», «Пятилетка», «Средневоложская» и «Ягодная». С 3 октября закрывается и большая часть пригородных речных маршрутов. Речь идет о направлениях Самара-Сызрань, Осипенко, Зеленая роща, Поляна имени Фрунзе, Подгоры. Кроме того, с 3 октября закрываются следующие остановочные пункты. Пляж имени Фрунзе, Зеленая роща, Осипенко, Средний пляж, Виновка, село Осиновка. Долгожданная премьера. Полгода продолжалась редактура книги Андрея Олиха «Безымян лак». И вот роман появился на прилавках книжных магазинов. Самарский писатель – финалист премии «Дебют-2015» в номинации «Большая проза». На презентации его исторического детектива, основанного на архивных документах, побывал Андрей Горгуленко. К Андрею Олиху сейчас повышенное внимание. Самарский писатель проводит презентации своей новой книги, которая недавно появилась на прилавках. Перед каждой встречей с читателями волнуется. Признается, что быть медийной личностью еще не привык. Да, я всегда волнуюсь перед встречами, я, собственно, и перед камерами волнуюсь. Это я не привык к публичности. Дело писателю все-таки сидеть за своим столом и писать, а не разговаривать. Пишу я гораздо лучше, чем говорю, уж поверьте. Его книга рассказывает об истории лагеря заключенных, который находился на территории нынешней Безымянки. Лагерь в своем роде уникальный. Он единственный граничил с огромным городом. Здесь же зэки работали вместе с вольнонаемными рабочими. Первое свое серьезное произведение молодой писатель Андрей Олих посвятил событиям осени 41-го года. Впечатлений хватило на роман в 300 страниц. Мне вдвойне отрадно и приятно, что история Безымянки, пусть и самая такая вот неприглядная часть, наконец-то в виде художественного произведения будет доступна широкому кругу зрителей и читателей. Больше года литератор работал с архивными документами. Свою книгу писатель отправил на конкурс-дебют и сразу попал в шорт-лист. Пока книга Любы знакомится с Безымян-Лагом, Андрей уже пишет продолжение романа. Фураги – тоже про родную Безымянку, только уже 70-х годов. Трилогию завершит обмен и продажи о Безымянке 90-х. Андрей Грыгуленко, Максим Гусев, События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. В Самаре стартует обучение рекрутеров в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018. С молодыми активистами будет работать тренер-сказания. В Самарском зоопарке сегодня отмечают Международный день тигра. Инициаторами праздника стали 13 государств, на территории которых еще сохранились полосатые кошки. Театральная лаборатория в Самарте. Пушкинский гробовщик в новом прочтении. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин